Так, пацаны, я сегодня без шапки, обязательно подготовьте перед началом этого ролика себе вкусный чаёк, ну а мы начинаем. Сегодня, пацаны, как вы поняли по названию этого ролика, у нас с вами будет мой состав на звёздную битву. Как вы знаете, я участник звёздной мобильной битвы, где участвуют, так сказать, ньюфаги. И я решил, думаю, влиться в этот, так сказать, молодёжный новый коллектив, потому что я же ещё всё-таки молодой, здоровый, амбициозный. И так как меня в большие турниры не берут, где большие мобильные фиферы, всякие там стронги, ашфа, ну это же легенды мобильной фифы, поэтому меня взяли в обычный такой турнирчик, где участвуют сегодня самые обычные простые мобильные фиферы. В общем, давайте ближе к делу, я уже всё говорил, кого я выбрал из этих пиков, кто не видел, кого я выбрал, кто не видел мои реакции, и все обязательно чекайте, я создал отдельный плейлист на этом канале со звёздной битвой, обязательно посмотрите. Там я всё рассказал, там был регламент, там была жеребьёвочка, поэтому обязательно чекайте. И там я всё рассказал, кого я выбрал, и сегодня мы с вами будем играть моим составом. Я покажу вам мой состав на эту звёздную битву, на первый тур как минимум. Покажу, как и что, расскажу, может быть, мою тактику, ну и в целом расскажу, что к чему и как. Поэтому давайте реально запаситесь лайкосами, мы начинаем. Так, мы залетаем в фифу, и видим, это мой основной стартовый состав на первый тур звёздной битвы. Вы видите то, что здесь очень интересный, так сказать, гибрид из игроков. Сразу скажу, что я хотел сделать половину спартаковцев, половину барселоновских серебряных футболистов, но у меня так не получилось сделать. Потому что когда я хотел купить спартаковцев, у меня в основном спартаковцы все золотые, видите? Когда я хотел купить серебряных спартаковцев, их уже нету, их уже убрали, и типа на рынке спартак убрали, и из фифы, ну то есть из дамы убрали, поэтому у меня остались только золотые, а барселон, у кого он нашёл, вот и поставил. Вот он лук из пакета, которого я выбрал, выбрал, я его сразу говорю, потому что у него очень хорошие типотичные статуи, у него очень хороший пас, а это всё, что мне нужно. Я люблю играть красиво, я хочу играть красиво в футбол, комбинационный. У него 5.3 на слабой и рабочей ноге, он бразилец, а это значит, что он техничный, у него очень интересные финты, также у него неплохой рост, так что в целом он может помочь нам и на стандартных положениях, но и в целом у него очень интересная структура тела, очень быстрая, техничная, пластичная, и в целом у него в основном все статы 80+, да, вот вы видите, все статы 80, реально все статы 80+, кроме опеки, отбора, подкат, ну короче вот этих оборонительных навыков, в основном все его нужные навыки, они все хорошие, которые должны пригодиться нам в игре за эту звёздную футболь. Ну и в целом состав, вы видите, да, в основном все серебряные бичи, но тут также есть 2 спартаковских футболиста, это Классан и Гапонов, да, я решил их поставить, спартаковский дух, чтобы присутствовал красивого футбола, ну и конечно же 1, 2, 3, 4, 5 футболистов Барселоны. Ну 2 футболиста, которые посоветовали именно вы мне на стриме, это Зенон и это Сприкич какой-то, у них просто очень хорошие симпатичные статы, у них хорошее ускорение, вы видите, хороший дальний удар и хорошее видение поля, почему бы и нет, как говорится, почему бы и не попробовать, так же у них на слабые и на рабочей ноге тоже неплохо, поэтому именно таким составом я буду играть свой первый тур против Вилборга, FIFA Mobile, вы все его прекрасно может быть знаете, а кто не знает, это начинающий мобильный фифер, который вот тоже очень хорошие, большие планы на эту звёздную битву. Как мне дали понять, что я участвую в группе смерти, это соответственно даёт понять того, что шансов на выход плывов с первого либо со второго места у меня крайне критичные, может там двух роднообладатель кубка мобильных фиферов, человек, который просто красиво играет в FIFA, и Вилборг, который тоже очень неплохо играет в FIFA, и которого мне тоже готовили как очень жёсткого, мне все даже в голосовых сообщениях потом отправляли, говорили некий типа, ты будешь бороться за третье место там с этим 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 этим, давайте попробуем им, так сказать, поднасолить и побороться за первое и второе место. 78, и давайте попробуем сейчас сыграть один матч в равной игре, Division Rival сыграть будем без рейтинга, потому что если играть с рейтингом, мы точно всрем, ну и также посмотрим, может быть, мои секретные тактики. Сразу говорю, мы списывали с Алимом, кто его не знает, это мобильный тоже был фифер, и он мне посоветовал пару таких багованных интересных тактичек, против которых можно тоже интересно играть. Мы нашли соперника, погнали играть. Первый тур я буду играть уже 14 марта в 16.00 по московскому времени, на этом канале ждите, то бишь уже завтра, первый тур дропнется. Мы играем против Баруси и Тортман, Спартак убрали с фифы, убрали их эмблему, поэтому будем сейчас спокойно, плавно играть в эту... Сразу говорю, я буду пропагандировать на этом звездной битве пацанам играть не навесами, играть в красивый футбол, низом, тики-так, стеночки и забегания, чтобы было интересно, было прикольно, было динамично, интересно и круто. Мы атакаем, мы ставим оборону, но при этом мы играем от атаки. Это делается для того, чтобы мои футболисты не теряли зоны, и не понимали, что нужно им делать. Сразу говорю, у меня очень большие планы на Гапонова, у него очень хорошая оборона, большие у меня планы на Лукаса, конечно же, Пакету, ну и, конечно же, на вот этого японца Аби-62. Сразу говорю, будем держать мяч, будем катать, будем искать свободные пространства, именно так я и буду играть эту звездную битву. Видите, Аби ошибается, я надеюсь, ты так на кубке на этой звездной битве не будешь ошибаться. Также не забываем про прессинг. Прессинг это мое второе имя, сразу говорю. Хоть мы играем от оборонительной, так сказать, тактики, да, но при этом мы играем от прессинга в то же время, да, то есть мы ломаем все стереотипы. Вот здесь главное не терять, видите, вот это вот моя главная ошибка в обороне, это не терять зоны. Так, какой-то японец, и нормально, без пенальти. Серебряный барселоновский вратарь, говорю, большие у меня планы на Гапона, большие у меня планы на Лукаса Пакету, потому что это реально футболисты, которым я реально доверяю. Так, будет заброс, хороший заброс, вот тут красиво разыграли, и здесь красиво разыграли. И можно попробовать навесить даже, и будет бить по воротам, нифига себе, Лукас Пакета, хорош. Я говорю, видите, у него очень хороший удар головой, и он может даже спокойно в каких-то простых моментах включаться в нападение. Не забываем прессинговать, вы видите, вратарь ошибается, вратарь, смотрите, он практически ошибся, он практически забил свои ворота, я говорю, не забываем прессинговать, но и в то же время нельзя терять зоны. Аби, Япония 62, большие у меня на тебя планы, он дает мертвую зону, я ее так называю, потому что в этой зоне ничего нельзя сделать. Так, Гапонов опять. Слушайте, если мы возьмем этот кубок, я сделаю этот состав легенд моего канала, то есть это будет реально, то есть каждый игрок, это будет легенда моего канала. Если мы возьмем кубок вот этой звездной мобильной битвы, то каждый игрок в этом составе будет считаться легендой этого состава FIFA Mobile. То есть вообще в целом легенда моего канала, каждый войдет. Но для этого надо взять этот сложнейший кубок звездной мобильной битвы. Здесь также может решать, вообще это FIFA здесь решает везение, да, но также не стоит забывать, что бывает скилловый попадается, и скилл тоже, видите Гапонов, как Гапонов на опыте разбирается. Скилл здесь тоже нужен, и он тоже здесь присутствуется. Так, отлично, 0-0 после первого тайма, но я напоминаю, что у него рейтинг состава намного выше, чем у меня, поэтому мы в целом не расстраиваемся. Я вас говорю, надо не забыть добавить мне на замену футболистов, для того, чтобы можно было также серебряных выпускать и освежать, потому что, скорее всего, никто так не будет делать, поэтому я так, наверное, сделаю впервые, да, первый, кто так сделаю, это добавлю серебряных на скамейку запасных, и буду во время матча освежать игру, и нападение, и защиту, главное не менять нашего Лукаса пакету. Идет передача, но это Леон Классен должен блокировать, Классен очень плохую позицию занимает, Гапонов, ну нет, это Аби, которому я действительно очень сильно доверяю. Так, погнали, Лукас пакета, вот и должен бежать. Тики-така, я напоминаю, Тики-така, это красивый футбол, опа, пяточка, я видел пяточку, он хотел сыграть пяточкой. Отлично класса, но он позицию потерял, и это очень плохо может быть, и он решил пробить зачем-то поворотом, это, видимо, удар для статистики, обычно такие так и делают, только для статистики. Что значит Тики-така? Я, может быть, в будущем сниму на эту тактику отдельный видос, это тактика, когда вы играете треугольничком, но в то же время не держите только мяч у себя в обороне, то есть вы передвигаетесь в атаку и не забываете играть треугольничками, то есть Тики-така это своего рода обычные треугольнички, с помощью которых вы можете забивать красивые голы и создавать красивые комбинации. Кстати, очень интересная тактика. Так, погнали, будем прыгать. Прыгаем, он бьет, отлично вовремя поставил игрока на стенку и очень вовремя заблокировал. Вот если я так и буду играть холоднокровно и спокойно на этом кубке, мы можем его даже спокойно брать. Эту звездную, точнее, биту, почему я хочу говорить кубок постоянно? Это нахваленный тип и это лонгшот. Вот, слушайте, пока что мы очень неплохо смотримся, мы пока что и не пропускаем, и мы пока что и в целом, ну, как бы, ну, не забили, но это да. Ну, не пропустили, это хорошо. Так, Абе, Абе, здесь очень опасный момент. Говорю сразу, главное не паниковать, он бьет издалека. Гапонов отнимает мяч, хорош Гапонов. Гапонов, так, напоминаю Тики-така. Опа, здесь уже, видите, здесь уже футболисты уставать начали. Здесь мои футболисты начали просто уставать, и Гапонов опять отнимает мяч. Ой-ой-ой, удар по воротам, и мы пропускаем гол на 90 минут. Знаете, в целом я не расстроен, потому что это, во-первых, 90 минут это самое, что привычное в этой Фифе, так, во-вторых, это тренировочное. Это, то есть, я вам просто хочу показать мой состав и умение, и, может быть, мою тактику, поэтому, Вилборг, пользуйся, если ты увидишь этот ролик до того, как мы с тобой снимем этот матч, пользуйся обязательно, потому что не очень многие знают, по какой тактике я люблю играть, и не очень многие знают, что я вообще преподнес этим многим на турнир. Я думаю, в целом мы сыграли довольно-таки солидно, с челом, у которого рейтинг в два раза выше, чем у меня, у него каждый футболист звездный, я думаю, мы сыграли очень солидно. Так, владение мечом одинаковое, в целом, все в целом одинаковое, да, там по ударам и поворотам, конечно, солидное преимущество, но мы это не рассматриваем. Поэтому, я думаю, как-то так, сыграли один матч, и он получился в целом довольно-таки хороший, ну, не результативный, да, поэтому конкретно вот таким составом мы будем играть с вами первый тур против Вилборга. Второй тур мы уже будем играть с золотым составом, и его будет окружать вот этот вот Лукас Пакета. Почему конкретно я выбрал Лукаса Пакета? Может быть, многие сейчас меня за это будут хейтить. Во-первых, он связообразующий игрок, посмотрите, сколько у него связей. То есть, если в будущем я буду собирать хороший состав, а я буду собирать хороший состав в этой звездной битве, это французская лига, то это Месси, это Мбапе, это Неймар, это еще крутые классные футболисты из французской лиги. Поэтому это в целом очень солидно, то, что я... Это с прицелом на будущее. И плюс, если я буду забивать или раздавать голевые пасы за этого футболиста, то тоже какие-то плюшечки будут идти мне в футбол. В котором мы будем играть 11 золотыми футболистами, и плюс, да, Лукас Пакета. А третий тур, это уже элитный состав, плюс Лукас Пакета. Вот уже третий конкретный тур, там уже надо будет брать конкретно всех французских футболистов из французской лиги, для того, чтобы комбинировать их под эту сыгранность и под эту схему. Потому что сыгранность должна быть у меня минимум 60, потому что по-другому же я не затащу. Сыгранность должна быть. И желательно только у Лукаса Пакета. Поэтому вот так вот, вот такой вот ролик получился, вот такой состав и вот такие футболисты. Сразу говорю, очень сильно я надеюсь в этом составе на Лукаса Пакету, на Абе и на Гапонова. Ну, может быть, еще на кого-то из пары Зенон-Сприкич, которого нам посоветовали. Поэтому вот, я надеюсь реально только вот на их. Во-первых, Гапонов это человек, которого просто статы великолепные, да? У него очень хорошая реакция, опека, сила, прыжок и игра головой в целом, да? Плюс у него очень хорошие ноги. То есть у него 5 на сильный, 3 на слабый. Я напоминаю, это центральный защитник. У него хорошая скорость. Поэтому в целом, в целом, я думаю, это очень круто и очень солидный состав, которым можно брать первый тур. Посмотрим, получится у меня это или нет. Все зависит только от меня, и вы это увидите завтра в 4 вечера по московскому времени. С вами был Дядя Некит. Обязательно подписывайтесь на этот канал. Обязательно прожимайте лайкос, да? И пишите в комментариях, кто является вашим фаворитом на этом кубке, на этом звездной битве. Обязательно пишите, стоит ли мне одевать шапку на матче звездной битвы, принесет ли она мне удачу. И обязательно пишите, может быть, что-то мне нужно видо изменить у меня в составе, или что-то добавить нового. Поэтому все обязательно пишите, все будем рассматривать, все будем делать интересно. Будем бороться за этот кубок, за эту звездную битву и стараться в ней побеждать. Кстати, по-моему, такой еще формат не проводили люди, мобильный фифер, у которых больше 10 тысяч, больше 20 тысяч подписчиков. То есть, это мы, получается, первые, кто провели вот такой вот турнир. Да, конечно, он украден из консольных фиферов, но это очень интересная, прикольная идея, которые, блин, многие мобильные фиферы, которые вышестоящие, обязаны просто подцепить себе на ощупь. Ну и самое, что интересно, еще за этим турниром, за этим, за это вообще всей штукой, следит Стронг, следит Вансфуд. Чуваки, у которых хорошая аудитория, большая, возрастная, и поэтому, в целом, будет интересно, я должен конкретно еще для них показать, кого они не взяли на этот кубок мобильных фиферов в 21-м году, и они должны еще раз это пожалеть. Поэтому все, всем спасибо еще раз, всем пока, народ.